Стоя с веслом или сапсерфинг. Его поклонников среди приднестровцев пока немного, но, скажем, в России этот вид спорта на пике популярности. Это питерские каналы, московские пруды, но самое большое сапсообщество во Владивостоке. Весной десятки спортсменов на досках высаживаются на плавучей льдине, а на ней уплывают в Японское море. Вот такая красивая традиция начала сезона. Приобрести доску удовольствие не дешевое, поэтому на помощь приходит прокат. Вот небольшая подсказка для тех, кто захочет арендовать оборудование. В этом профиле вы найдете нужную информацию. Сейчас будет не менее интересно. Вот сама доска. По сути, в комплекте что? Насос, два весла и сама лодочка. Какие-то лопасти. Надо будет посмотреть в интернете инструкцию, что это и зачем. Чтобы надуть и сдуть доску, прилагается насос для управления весла. Кто тебя создал такой? Я гляжу и взорую куй. Ты как будто вся из сказки. Да, это будет весело. Холодненькая. Скользко, однако. Ветер не лучший помощник для сплава на борде. В этом вы еще убедитесь. А пока на воду выходит опытный спортсмен. Вообще, когда вы плаваете на сапборде, хорошо, если у вас навыки, ну, хотя бы сплава на байдарке. Чтобы было примерное понимание, как управлять лодкой, если течение в одну сторону, куда вам нужно двигать, чтобы вы в конечном итоге приплыли куда нужно. Ну и плюс, сегодня, конечно, погода не сильно подходящая для этого всего. Достаточно сильный ветер. Но, что сказать. Да, большую часть времени я сижу, потому что все-таки волны и сносят, когда я встаю, такая увеличивается парусность. Но все равно удовольствие колоссальное. Можно плыть немножко подальше, просто лечь на эту доску и чувствовать колебание воды. Это очень здорово. Сейчас я развернусь и попробую встать. Несмотря на то, что выглядит эта просто доска, нестабильная платформа, поэтому рекомендую для адаптации сначала просто посидеть минут 10, ну, а затем вставать. И вот первая неудача. Вот стоило нам потерять контроль над Арсением буквально на минутку, и вот все, мы потеряли его из виду. Он упал. Он это сделал. Как так? Такой спортсмен и упал в воду. Для безопасности нога спортсмена фиксируется лишним, но приятного окунаться с микрофоном мало. Петля! Мой выход на воду был еще эпичнее. Проблема в том, что я совершенно не умею плавать. Нет! Нет! И это я... Все, нормально. Тем более, было приятно не просто побороть страх, а еще и обуздать доску и почувствовать себя победителем на воде. Надо признать, что тех, кто хотя бы раз или два сплавлялся на байдарках и умеет управляться с веслами, катание на борде – сплошное удовольствие, которое мы смело можем рекомендовать. Да! Молодец! А как боялась, чувствую себя отлажным мореподом. Ой, 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 металл, бросай! Ну, вы поняли.